А вот с тем, что исписывают подъезд, как с этим бороться? Какие примитивные меры? Вот по большому счету необходимо известить банк, коллекторов, но прежде всего банк обязательно, о том, что по указанному адресу должник больше не проживает, чтобы они не ходили туда. Уведомить о том, что человек переехал на безопасный адрес, где могут расписывать, допустим. Можно для этого официально сделать регистрацию по месту жительства, по месту пребывания, либо заключить договоры найма с людьми, которые, вот парадокс, предоставляют такую услугу. У нас есть такая услуга в городе, что сдается жилье именно на случай атаки коллекторов. Да, где можно поменять замок, где можно восстановить чистоту подъезда. Они готовы покупать за свой счет краску с тем, чтобы привести подъезд в чистое состояние. Они готовы менять замок за место должника. А, то есть вы им за это платите деньги? Да. Выходить на условия списания долга за должности лучше напрямую с самим банком. У многих банков существует такая программа, как долговая амнистия. Она распространяется, как правило, на тех, кто не платит в течение года или более. И у тех, у кого в собственности нет ни автомобиля, на который можно обратить изыскание, ни недвижимости, если на нее можно обратить изыскание, ни каких-то официальных источников дохода, в общем-то, с которых можно 50% удерживать. В чем заключается долговая амнистия? В том, что вместо 100% суммы долга, должник платит всего лишь 10, 20 или 30%. Это разумно и выгодно. У человека и так нет денег. А если он где-то наскребет, у родственников попросит, то он как раз эти 10-30% и найдет. При этом полностью долг списывается. И человек, и банк, по сути, довольны. Например, летом 2015 года банк ВТБ-24 в Екатеринбурге списывал долги за 10% от суммы задолженности. У нас были клиенты, которые вместо полутора миллионов долга, которые они должны были уже на основании решения суда, не приказа мирового суда, не решения суда, заплатил 150 тысяч.